Здрасьте, здрасьте, с вами Даник Растер и сегодня я устрою вам небольшую экскурсию по самой задротской выставке этого года, имя которой Гик Пикник. Выставка проводилась 25 и 26 января в 52 павильоне ВВЦ. Хорошо, что у другана завалялась пара дешевых билетов, иначе я, наверное, посмотрел все это дело по фоткам в инете и думал, как круто было бы сгонять и полапать Бамблби в полный рост за член. Так, собственно, о чем-то я. А, ну да, все то, что можно увидеть там, вряд ли вы встретите в обычной жизни, разве что если вы не наглухий задрот Старворса, аниме и прочего ада. Ух ты, сиськи. Тем, кто смотрел геймстав и прикалывается со всяческого рода крафтов, персонажей из игр и фильмов, а также всяческих вселенных, эти виды, я уверен, неплохо бы так доставили. Сантея и третьи скульптуры, или я хуй знает, как их называть, я не узнал, но выглядели они достаточно убедительно и круто. Была бы у меня большая хата, я обязательно займел бы одного из этих мерзавцев подвешен. Также присутствовало немалое количество конкурсов и всяких тестов для публики, а-ля покатайся на колесе с ремешком, или вот этот, называется, ух ты младшего пуфика. Кроме кучи скульптур, которые были расставлены по всему павильону, были и рабочие роботы, которых может было бесить своим присутствием. Как, например, вот этого газонокосильщика. А, тупой робот, твои дачки не скажут тебе, как выбраться из этой западни. Задроты и дети, везде задроты и дети. Честно говоря, большую часть выставки, по крайней мере на то время, как мы были там, отхватили 3D принтеры разнообразных фирм. Технология, в принципе, новая, заманчивая и может основательно продвинуть такие вещи, как точное моделирование и всякие там заморочки. У меня, честно говоря, не было времени слушать всех этих галстуков и их истории, почему именно их модель круче, поэтому я ходил, смотрел на процесс создания и лапал готовые фигурки. Ах, опять дети. Тоже мне маму зовет. Далее по списку стимпанк, оружие, арбалеты и копия. Все такое страшное и даже стимпанк-бабы с зонтиком. Давай, давай, чувачок, бери эту хуйню и иди бегом на географию. В целом, такого рода штук там немного, но они прикольные. Большущая рогатка, работоспособная, к слову, надо тоже какую-нибудь заделать. Вторая такая же оказалась занята толпой, угадайте кого. В итоге, простояв минут 10, только один киндер смог попасть в свиней. Ну давай же, точнее. Не совсем как в игре, но выглядело все это дело прикольно. Ну наконец-то попал. Идем дальше. Я решил докопаться до одного чела, который презентовал 3D принтер, чтобы тот напечатал надпись GamePilot, но диалог с ним как-то не задался, да и, как он сказал, на все про все понадобится в районе двух часов. Поэтому он предложил напечатать пулю, но мы подумали, нахер нам пластмассовая пуля. Отдельные фигурки, среди которых я узнал Усачева и Ника Черникова. Странно, что Хованского с пивом там не было. Также в ряду с принтерами чел устраивал презентацию 3D-сканера, но мы подумали, что сканировать бороду для техники задача пока не посильная, и пошли дальше. Какой-то непонятный челаут-шатер. О, жопа. И по другую сторону расположились роботы. С другом можно было сразиться с самых разнообразных интерфейсов, разной сборки роботами. В основном задача, конечно, сводилась к одному. А-ля игра в сумо. Надо было вытеснить вражеского мерзавца за пределы круга. Ну как же без Oculus Rift? Для тех, кто не в курсе, это очки, в которые каждый глаз видит свою картинку, и в итоге получается нихуйский такой эффект виртуальной реальности. Ох уж эти американские горки. Я бы, наверное, блеванул от этого эффекта. Далее по списку перчатка, усыпанная датчиками движения. По какой системе идет отслеживание, я не просвещался, но особого эпатажа лично у меня она не вызывала. Факе он мне будет показывать, да пошел ты. Еще одна развлекуха – игра в мозгоборов. Смысл заключается в том, чтобы максимально сконцентрироваться на шарике и, мол, он типа такой в другую сторону двигается. Не, я, конечно, все понимаю, но я пробовал медитировать и считал кубический корень из 3506. Мне нифига не получилось. Особый фан вызвала световая гитара, а это как меч, только гитара. Было бы удобнее играть рядом с дымовой пушкой, да и эффектнее, я думаю. Но, тем не менее, я не удержался побывать в роли рок-звезды. Рядом стояла Тесла-установка или качер. Я в них не особо шарю, но она неплохо так поджарила мне палец. На втором этаже располагался рай для любителей манчкинов. Или манчкинов. И прочего рода настолок. Совершенно ничего крутого я там не нашел. Зато оттуда мы увидели стенд занимательной совковой игры. Волк ловит яйца. Где ты, волк, а яйца, яйца. Если в следующий раз задумаете привезти туда свою телочку, покажите ей, где кинотеатр. Там есть Wi-Fi. Ну, конечно же, выход через сувенирную лавку. Забугорные жвачки со вкусом шницеля, запеканки, васаби, индейки, абсента, бекона и попкорна. Я вот не удержался и взял со вкусом пива и хот-догов. Редкостный отстой. В целом, что я хочу сказать. Выставка крутяцкая. Если вы не найдете себе занятий на выходе, то в следующем году не забудьте посмотреть, когда будет гик-пикник. Это забавно. С вами был Даня Крастер и шоу GameStuff на GamePilot. Скоро увидимся. Пока.